Приветствую всех зрителей, подписчиков канала «Разное главное». Сегодня рады иметь возможность выйти в очередной эфир. Мы только начинаем, поэтому не всегда прямо минуточка, секундочка, секундочку. Какие-то технические моменты, особенно в связи с последними событиями, которые происходят у нас на дворе. Поэтому ссори, пробачте, извините. И у нас сегодня гость, благословенный Божий человек. Он даже сейчас в белом, на таком прекрасном фоне неба. Павел Рагунович, Минск, церковь благодать, пастор, служитель. Павел, добрый вечер. Приветствую, мир вам. Шалом. Павел, на «ты» или на «вы»? Мы тоже знакомы уже какое-то время назад. Как удобно? Ты, конечно. На «ты». Хорошо. Павел, для зрителей. Расскажи, пожалуйста, о себе. Кто ты, чем занимаешься, о своей семье. Чтоб как-то так вот, о себе. Ну, в Боге я где-то 30 лет уже покаялся. Я, наверное, сейчас скажу, 25 лет, как дьяконское служение назад получил. И 15 лет назад рукоположен был в пастырях. Служу в церкви благодать. Отвечаюсь на определенную группу людей. Работаю. Ну, в мире небольшая фирма есть. Семья, двое детей. Сегодня выпускной был у старших. Ага. В каком классе? В выпускной 11. В выпускной 11. Поздравляю тебя от всех наших доброжелательных зрителей. Пусть Бог благословит твою старшую во имя Иисуса Христа. А скажи, пожалуйста, как ты 30 лет назад, при каких обстоятельствах уверовал? Что побудило тебя? Что повлекло тебя вот? Значит, в советские годы я родился, рос, детство прошло и был атеистом. Родители тоже неверующие полностью были. Ну, когда уже я был в институте, там уже и свобода пришла такая в 90-е годы. Я стал где-то задумываться, где-то проповедь по радио услышал, где-то к нам в институт приходили. Помню, братья-баптисты пришли в институт, сказали, что к большой аудитории собираемся. Кто придет, получит Евангелие. Новый Завет бесплатный. Ну, мы пришли, многие пришли. Ну, они так начали, скажем так, нетрадиционно. С гармошкой, такая пение было. Ну, мы студенты, такие, смотрели, как из другого мира, как будто люди пришли. Такие песни, такие иностранные они пели. Ну, на вопросы наши, они студенчики, не могли ответить, потому что так. Зададим вопрос, там, про буддизм что-нибудь. Не знаю, и слава богу, что не знаю. Там все какой-то вопрос. Ну, так, ну, мы так странно. Ну, я думаю, тем не менее, тогда было что-то посеяно, наверное. Что-то легло в сердце. Потому что других конкретных проповедей я не слышал. Ну, разве что, может, по радио где-то еще. И вот я тогда начал читать Новый Завет потихоньку. Потихоньку это за три года три Ивана. Я это прочитал. И стал молиться каждый день. И в молитве, вот здесь есть уже такая существенная деталь. Я стал просить, чтобы Бог простил мне мои грехи. Я, кстати, решил, что я буду, что я уже христианин. То есть не какая-то другая религия так решила, что выбираю христианство. И я просил еще одну такую кардинально важную вещь, как я понимаю, наверное, три года. Это я просил, чтобы Бог дал мне силы в выборе направления христианства. У меня не было друзей, никаких знакомых христиан. Ну, то, что было, это только я где официально мог что-то услышать. Я понимал, что если у меня появится какой-то знакомый, какой-то приверженец конфессии, то наверняка он меня убедит. Потому что я нуля, а он много чего понимает. И я не хотел просто быть на воле случая, что кто-то меня убедил, потому что он знает. И первый попавшийся сделал меня приверженцем его динаминации. Поэтому я три года молился, чтобы Бог направил меня в выборе конфессии. Я пошел в православную церковь, чтобы там задать вопросы священнику. Я задал вопросы по службу в армии, почему там стреляют, и церковь благословляет на это дело. Убивают, хотя написано, не убей. Потом я задал вопрос про иконы, про изображения. Я даже не знал, откуда я это слышал. Но я где-то слышал, что вроде бы, как в Библии написано, что нельзя делать изображение. А в православной церкви полно изображений. И я вот пришел к нему с этим вопросом, чтобы он мне объяснил. Ну и я был уверен, что он мне объяснит это из Библии, из Писания. Какие-то такие духовные аргументы. Но он услышал мой вопрос, и он сказал, ну, ты вот говоришь, что иконам мы поклоняемся. Понимаешь, мы поклоняемся не краске, из которой сделана икона, а через эту икону мы воплощению Бога поклоняемся. Ну, как бы, Богу поклоняемся. Поэтому это не идолопоклонство. Но я внутри был таким ответом очень разочарован, потому что понятно, что никакой идолопоклонник, он не поклоняется камню, из которого сделан его идол. Понятно, что это не собственно в камне вопрос. Ну да, да. Воплощение, представление. А он мне сказал то же самое. Я был уверен, как и большинство людей, наверное, сегодняшнего дня, уверенный, что все просто все конфессии трактуют Библию по-разному. Поэтому я был уверен, что он мне даст свою трактовку Библии. Он мне ее не дал. Ну, на сегодняшний день, конечно, я понимаю, почему он мне ее не дал, потому что там, ну, невозможно ничего оттуда дать. Какой-то трактовки про иконы. Вот. Потом я пошел искать католиков, но их не было служителя, и я, в общем, не встретился с католиками. Приходить к ним в другой раз, я уже как-то махнул рукой, думаю, то же самое. Потом я стал искать еще такая старая белорусская сфера, униатская церковь. И тут тоже их через горсправку нашел, интернета тогда еще не было. Вот это тебе жажда была, слушай. Ну, такая жажда, за три года три Евангелия. Такая жажда. Ну, ты искал, ты стучался, ходил, встречался, задавал вопросы. Некоторые за три года не могут, не то что три, одно прочитать. Так что. Ну, в общем, униатов я не нашел, и так остался со своими молитвами. И потом друг уверовал, которого я не мог убедить стать христианином, потому что я-то уже был, ну, на тот момент, как я считал уже христианином, я всем друзьям своим говорил, что я уже религиозный человек, заповеди знаю, там все такое. Он говорит, не, я не верующий. А потом я вдруг с ним созваниваюсь, он говорит, а я теперь выхожу в церковь, где все побит. Ну, как так? Я не смог его убедить, а он, кто-то его убедил вообще. Надо сходить. Ну, вот так. И начал посещать церковь. Ну, через полгода крестился, и сразу стал служителем домашней церкви, и понеслась. Понятно. Это были 90-е годы, да? Вот этот момент, да? 94-й год. Ну, конкретно, когда я уже крестился, пришел в церковь в 94-й год, начал молиться в 91-й год. Может, в 90-й год. Да, такое время, когда вот после длительного коммунистического, атеистического периода, когда вытравливали, по большому счету, всякую веру, да, и народ как-то изголодался. И вот оно пришло, что люди массово искали, искали, искали вот этих каких-то ответов на свой внутренний вакуум, дефицит, да, пустоту, и находил, кто искал, в том числе и Господа. Классно, слава Богу, да. Ну вот ты стал христианином. Скажи мне, вот уже ты пастор, ты служитель, ты уже за плечами имеешь десятки лет практического служения. Быть христианином, называться христианином, кто это, как это? Что это подразумевает? Быть и называться, помнишь там цитата, что Бог дал на власть называться и быть детьми Божьими. Вот ещё так бы к этому вопросу. Большинство, может быть, все христиане, кто называет себя христианином, молятся молитвой «Отче наш», они называют Бога «Отцом». Вот в твоём понимании, кратко, какие-то основные моменты, что значит быть дитём Божьим, христианином, что это подразумевает? Крестик на шее, в храме подстоять службу, может быть, знать заповеди. Что это такое? Как бы ты обрисовал для наших зрителей быть христианином? В двух словах, это конкретно вести посвящённую жизнь, понимать, ради чего ты живёшь, ради того, чтобы исполнить Его волю. У Него есть волю для твоей жизни. Это не просто там не делать какие-то вещи, не просто там не грешить, но это тоже, кстати, важно. Потому что я когда китал себе ещё таким религиозным человеком набожным, я, в принципе, всё старался соблюдать, ну, там, кроме одного. То, что касательно противоположного пола, ну, это уже неактуально, это всё, там, это старое, сейчас по-другому. Но я сейчас понимаю, что, по сути дела, это не христианство, если ты где-то себе оставляешь. Такое, ну, вот, я всё делаю, ну, там, есть у меня какое-то решение, что тут не так важно. Ну, это не христианство, если ты оставил что-то такое непосвящённое Богу в своей жизни. Поэтому я стал христианином, понимаю, по-настоящему, когда, ну, отдал все сферы в его жизни. Только это и есть христианство. Ну, это серьёзно. Ну, хорошо, тогда следующий вопрос, истекающий из предыдущего. А легко ли это? То есть какая цена этому? Вот, легко ли быть христианином тебе? Легко. Легко. Гораздо легче, чем не быть христианином, скажем так. Разверни свой ответ. Многие не поймут. Это ж, это нельзя, это нельзя. Туда не ходи, сюда ходи, снег в башка попадёт, как в том фильме. Ну, я могу сказать, что когда я стал верующим, я имел такое ясное переживание, что ли, что... Ну, есть я был, в принципе, весёлым человеком тогда. И считал себя весёлым. Я думаю, что все мои друзья меня считали весёлым. О КВНах мы всяких там размышляли. Я был в старостой группе в институте на четвёртом курсе. Но я понимал, что я живу от такого встречи, ну, как Сабанту, или как слово говорят. Павел, прости, я тебя перебью. Не забывай, что хотел сказать. Ты уже второй раз говоришь про институт или университет, где ты учился. А на кого ты учился? Какое у тебя образование? Физика. БГУ. Ого. То есть... Да. Да. Ага. Понятно, почему не могли верующие ответить на ваши вопросы. Это вот как бы я так подразумевал, что задавая вопросы, мы этого не знаем. Ну и слава богу. Ну, ясно, ясно. Да. Дальше. Да. И я... Ну, как бы у нас были с друзьями такие периодические встречи шумные у кого-то, когда родители там съезжали с квартиры, мы собирались там с алкоголем, что-то такое, с музыкой. Ну и жили мы. Ну, когда там в следующий раз? Просто так классно погуляли. Вот когда бы уже в следующий раз? И вот это была жизнь, в принципе, от случая... Ну, вот такого к случаю. Вот самые радостные такие моменты. Остальная жизнь, она была такая, ну, в принципе, так честно сказать, ну, сероватая. Когда я стал верующим, жизнь стала вся светлая. То есть она изменилась. То есть больше такого... Фон стал общий такой, радостный. То есть это уже не надо издать какого-то такого момента. Ну, когда там уже там оттянемся, отдохнем, там. Ну, ты и живёшь в радости. Поэтому я говорю, что легче. Согласен, согласен. Потому что многие... Я почему спрашиваю, чтобы зрители услышали очередное свидетельство, подтверждение, что многие такое имеют классическое заблуждение, на мой взгляд. Что вот христианство — это серое, это тёмное, это вот лобом разбивает землю, это совершает какие-то духовные упражнения, что не приносит радости, это слёзы, иконы плачут, вот и так далее. А на самом деле Христос там в Евангелиях говорит, что «бремя моё легко, заповеди мои не тяжкие». По большому счёту все законы Божьи, они же здравые, они же классные, они хорошие, они даже приятные. — Да, сто процентов. Но вкусить это можно только, когда ты это пережил, потому что здесь есть барьер, как и у меня, социалистического, коммунистического прошлого. Было точно такое представление, что баптисты какие-то, у которых телевизор нельзя смотреть, они... Самый радостный в жизни это был телевизор, наверное, в советское время. А у них нет его. Поэтому как они живут такие тёмные, как это невозможно так жить. Оказывается, всё на самом деле противоположно. Ну и религия, наверное, в таком понимании именно как религия, в негативном смысле она делает такую медвежью услугу. Когда она показывает вот эти картинки священников, да вообще таких верующих в кавычках, вот таких забитых, тёмных, каких-то одурманенных, злых, неприветливых, нерадостных, грустных, а иногда вот таких в депрессии и так далее, она делает картинку такого христианства, оно непривлекательное. На самом деле оно же не такое. Да. Не такое, слава Богу. Скажи мне, пожалуйста, и нам всем, о чём ты в последнее время размышляешь? Вот какие мысли, о чём ты думаешь, если можешь? Вот в наше такое время, сегодня 21 век, последнее время, если брать библейские такие слова, которые длятся уже 2000 лет, что, что, о чём ты думаешь больше всего? Какие твои мысли сегодня? В общем, да, ну как служить Богу? Каким образом? Где будет это эффективно? Ну, важно, чтобы не просто приходить в церковь, не просто там совершаешь какую-то текучку свою ежедневную, но есть что-то большее, где-то какой-то план Бога для тебя. Как его реализовать? Как там послужить? Как, не знаю, первое сейчас, не знаю, вот эти социальные сети всякие, как их использовать, чтобы не мусор, откуда люди могли получать, не мат, но получать что-то здравое, ну такое, правильное, то, что будет формировать их, хотя бы небольшим зерном будет для них. Ну, одно из. Последнее время, о чём радуешься, о чём радовался, что радует твоё сердце в последнее время, в сфере своего служения, жизни, коррения пред Богом, вот о чём радуешься? есть ли вообще радость в это время у тебя? Есть. О чём? Ну, так я даже не могу, наверное, выделить какие-то моменты, как бы она постоянно, есть какой-то успех, какое-то, ну, движение, там, ответы Бога, знаю, в работе даже, в семье, в детях что-то происходит, что заставляет радость. Здорово. Такой простой, житейский, не супер духовный такой ответ, а такой настоящий искрой. Хорошо, а о чём переживаешь, пастор, служитель Божий? О чём переживаешь? Какие у тебя мысли? Тревожные есть вообще мысли? Тревожные? Ну да, переживаю, что много людей, ну, то есть, сердце очень многих людей закрыто для Христа. То есть, так странно, как ты говоришь, люди делают, многие какие-то, даже шаги первые, не как бы останавливаются, не идут дальше за Богом. Но у меня такое чувство, что это потому, что мало Евангелия в нашей жизни. Ну, в том плане, не в нашей жизни, в жизни, вот в обществе, да, где-то вот в атмосфере витает. Там, про Бога мало кто вспоминает. Человек, наверное, когда слышит Евангелие или слышит там про Бога, что он есть, что он создал, у него есть добрый план, он сына своего отдал за нас, для человека, это такая, не может быть, в самом деле, такая новая вещь. Хотелось бы, чтобы это было более для людей, таким, как бы более привычным, что очередной раскапнул, человек сказал, о, да и этот не сказал, о, и тот мне то же самое говорит. Где-то так. понятно. Ну, а почему так происходит? Это вообще во все времена было? Или это связано, может быть, с какими-то, на твой взгляд, объективными, субъективными причинами? Я вот в свое время, в свое время, на своем месте размышляю тоже, наблюдаю такую же самую картину. Вроде бы сегодня в Украине, вот я сейчас нахожусь физически, происходят военные действия. То бомбят, то стреляют. Я не хочу сейчас эту тему поднимать, просто констатирую факт. И многие здесь верующие, христиане, ожидали, и я в том числе, что это как-то повлечет какой-то такой большой ажиотаж, движение в сторону Бога, поиска Бога, возвращение к Богу, покаяние, обращение от греховных дел, какое-то освящение такое, это должно быть, вроде бы, как-то так, отредвить людей, вразумить. А ты знаешь, нет, по большому счету нет. Да, в отдельных местах, где совсем тяжко, говорят, знаешь, как тревога, так до Бога. Но это только в отдельных местах и покуда где-то что-то взрывается. А так люди привыкли, люди адаптировались во многом уже и как продолжали жить, так и продолжали. То есть нет явного такого, знаешь, вот как это было даже в 90-е годы, когда люди вот искали, хватались за Библию, любое проповедь Евангелия на улице или по радио люди толпами собирались и было покаяние. Нет сейчас. Почему? Как думаешь? Гипотеза, предположение или понимание? Ну, я могу еще сказать про такую деталь в мои размышления про обстоятельства, насколько там людей приводят к Богу. Что вот это как тревога тогда до Бога, оно действует такое короткое время, ну, как ты и говорил. И я как-то в церкви задал вопрос один раз. Там было, ну, людей, может быть, около сотни, ну, примерно такое количество. Может, молодежь или, ну, даже не помню, много лет это было назад. Те, которые уже, ну, влились в церковь уже, то есть постоянно посещали церковь, поличинами церкви. И я спросил, ну, кто из них пришел к Богу из-за проблем каких-то. Ну, там что-то случилось, там еще какая-то беда, да, его развернуло. Но меня удивило, что в основном те, которые остались в церкви, не только они пришли разово в церковь, да, но они остались в церкви. Это те, кто без особых проблем. Пришел к Богу. Их влекло что-то внутреннее, внутренние вопросы. Поэтому они пришли и остались. Те, которые, ну, там, кто-то заболел, еще там, у кого-то кто-то умер, что-то случилось, они пришли, где-то что-то, или получили от Бога два варианта, если получили, не получили, но оба варианта, правила ведут к одному, ушли. Вот, поэтому обстоятельства, да, они могут где-то чуть-чуть что-то всколыхнуть, но не прям таки направить. Слушай, ты замечательный человек, ты замечаешь. Я сегодня буквально, может быть, зрителям тоже будет интересно, вот, приехал давить сейчас посещение тюрьмы, причем был у пожизненно заключенных, на особом режиме, то есть это такие очень отъявленные рецидивисты своего рода, и мы тоже говорили о обращении, о покаянии с некоторыми из них, и я так сидел, анализировал, наблюдал за ними, мне интересны эти личности, и я тоже согласился внутри себя, и ты вот как подтверждение, что зачастую люди приходят к Богу или взывают к Богу, когда сложные житейские обстоятельства, но даже если они в этом случае, как ты говоришь, приходят, прибегают, получают помощь, но если у них ничего здесь не меняется, то есть они получают какой-то ответ, какую-то помощь, какое-то вспоможение от Всевышнего, и в большинстве случаев, к сожалению, они уходят обратно, получив своё. То есть важно, драгоценные зрители, подписчики и все, кто будет нас смотреть или слышать, передайте, может быть, своим знакомым людям, кому это будет интересно или нужно, что важно, чтобы человек заполучил, впустил Бога в разум, в сердце, вот-вот-вот во внутренность полностью, не из-за того, что тяжко, а именно из-за понимания разумения, откровения, что Бог есть, что это реальный Бог, и Он творец неба и земли, Он главный в нашей жизни, и без Него мы никто и никуда и никак. То есть вот это смирение, покаяние, принятие и сказать «Господи, Ты главный, а я только бы исполнить Твою волю, с чего Павел и начинал». То есть Он главный, а не мы. Да. То есть не Он как служка нам, служка нам, Господи, помоги, Господи, благослови мне, моей жене, куму, тёще, свату, брату и так далее, как старший, куда пошлют, Господи, а вот что Ты повелишь мне делать, вот поставить себя в позицию не что Ты для меня, а что я могу для Тебя сделать, потому что Ты главный. Хорошо, Павел, скажи, пришествие Иисуса Христа вот как пастору, теологу, богослову, пришествие второе, вот оно скоро или ещё долго? Скоро. Когда? Только дату не называй. Ну вот, только дату дату не называй. Скоро, да? Да. Я давечер разговаривал с одним православненьким священником, и он мне говорит, да, ну это далеко очень, ещё, да, ещё, может тысячелетия, я думал, хотя бы столетия, скажем, но может тысячелетия ещё, я как бы, я настолько не рассчитываю. Скоро, да? Хорошо. А для любого из нас это может быть вообще очень скоро. Ещё сегодня к вечеру. Скорее скоро, да. Да, да, я соглашаюсь, да. Скажи мне насчёт спасения. Вот ты уверен, что ты спасёт, если Господь Бог тебя призовёт, дай Бог тебе долгих лет жизни и всей твоей семье, и всем нашим зрителям, подписчикам желаю, по воле Божьей. Но если сегодня Господь придёт за тобой, ты сегодня спасён, ты уверен, что ты попадёшь в вечность к Господу, к Богу, на Которого ты надеешься, уповаешь, веруешь и проповедуешь. Ты уверен? Да. А почему ты уверен в двух словах? Кто тебе такое сказал? Кто тебя так утвердил в этом? В Библии написано, что верующий в Иисуса Христа не судится. Я принял Иисуса Христа как того, кто умер лично за меня, за мои грехи. И просто, когда я был тогда ещё религиозным человеком, я думал, ну, Иисус за всех умер. За всех заплатил, а за меня, ну, как бы, ну, вроде как и да, если за всех. Но сейчас я понимаю так, что, ну, за меня точно, за мои грехи, то, что я знаю, то, что я уже забыл, то, что я ещё сделаю, заплаченный Иисус. Поэтому, что меня может не пустить на небо? Он взял всё на наказание, достаточное. Потому что сегодня религиозные люди в большинстве своём, в том числе в христианстве, я уже молчу там про ислам и другие, они не уверены, они говорят, как Всевышний решит, это там будут качели, весы, это там будут решаться, мы не уверены. А вот эти евангельские верующие, типа, тебя, они говорят, а мы спасены, а мы точно знаем. Ну, то есть, если ты веришь в Иисуса Христа по-настоящему, что Он заплатил за твои грехи, то это то же самое, что ты значит, что веришь, что ты спасён. Оно рядом. Если ты не веришь, что ты спасён, значит, не веришь, что Иисус за тебя заплатил почку? Получается, да, получается, получается. Хорошо, если ты знаешь, что ты спасён, или ты уверен, что ты спасён, а ты можешь это спасение потерять, вот каким-то образом, или это если оно принадлежит тебе, и ты уверовал, и сегодня ты в церкви, во Христе, ты служитель, и всё, это уже до конца, и без вариантов. Ну, спасение я понимаю, как акт, который Бог совершил, спас, избавил, и теперь процесс, или путь, который надо идти. Поэтому, а этот путь узкий, поэтому по нему надо идти. Тут нет широкого такого пути, как, который погибель идет вправо, влево, хоть туда, хоть туда, нет, нужно стараться, следовать за Господом. Что-то не получится, но он направит, если ты хочешь, если ты дальше, но если ты отвернёшься от него, написано, что он отвернётся от тебя, то есть свободную волю никто не отменял? Да. За что ещё тогда нас судить? Если всё равно, если невозможно потерять спасение, если он всё предопределил, и ты как марионетка в его руках, за что тогда? Когда он во всём виноват, а не ты. Да, 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 это довод такой железный. Ты предстаёшь пред Всевышним, и если ты не попадаешь сюда, и это было по воле Всевышнего, потому что он тебя не предизбрал, не предопределил, это, конечно, неверующий человек, возможно, сейчас этого не поймёт, но нас в части аудитории смотрит и уже христиан, состоявшихся, то ты говоришь, Господи, а я не мог туда попасть? по твоей причине, то есть какой спрос с меня? Да. Хорошо, Павел, я так понимаю, что ты сегодня согласился дать такое интервью, рассказать о себе, о своём служении, о своих каких-то моментах, ответить на наши вопросы, это в том числе в контексте исполнения воли Божьей, как ты говорил, что ты размышляешь о том, как бы максимально эффективно исполнить волю Божьей. Я надеюсь, что на эфир если не многих, не для всех, то хотя бы для некоторых пойдёт на пользу, и они напишут, может быть, что-то в комментариях или спросят, или где-то там сделать репосты там, вот, и пользуясь случаем, может быть, какое-то послание, наставление, совет от тебя, вот, для каких-то людей, что-то такое, благословишь каким-то словом, и оно пойдёт на пользу. А людям, пожалуйста, если можешь, пожелания, зрителям, подписчикам, и все, кто будет видеть, от тебя, от всех. Да, могу сказать, что я получил, когда, в общем-то, пришёл к Богу, пришёл в определённую конфессию, потому что я просил, я получил, и я тоже все, так бы, уговариваю, даже прошу, просите у Бога, если кто-то говорит, а я не знаю, что вы, но не знаешь, спрашиваю Бога. Знаете, вот эта история, многие знают, стучите, и говорят, ищите, найдёте, просите, и дано будет вам. Это из Библии, есть даже в советских песнях упоминание про это, но это взято в Библии, и как раз в контексте того, чтобы искали Царство Божие, кто будет его искать, кто будет к Богу стучать о своей душе, вот получит ответ. Задавайте Богу вопросы, там, как мне поступить в этой ситуации, в той, настойчиво задавая вопросы, он отвечает, сто процентов по жизни вижу, скажет, ну, а как он тебе вот ответил? Какая разница, как он Бог, он может и так, и всяк ответить. Поэтому он есть, он живой, он любит, и доказал свою любовь тем, что сына своего отдал за нас, поэтому он сделал все, чтобы мы, как бы, очевидно созерцали его любовь, чтобы мы не просто догадывались, любит или любит, он такое сделал для нас. Поэтому он заинтересован в том, чтобы ответить и доказать, как бы, показать, что он живой. У него есть ответ, есть совет, одно из его имен, этот советник. Поэтому, ну, совет надо спрашивать, если хочешь получить. Спасибо, не в брово в глаз. Искать, стучать, просить, не стесняться, и если мы говорим здесь о живом Боге, не об иконах, не об идолах, не о каких-то неодушевлённых предметах, не могущих говорить, отвечать, слышать, которых при пожаре нужно первых выносить из рамок, а мы говорим о Боге, в отце неба и земли, который есть сердцеведущий, всезнающий, и Бог, который заинтересован, как ты сказал, отдав сына своего, чтобы, там написано в Библии, в его слове, чтобы все люди спаслись и достигли познания Иисуса, то надо искать, надо стучать. И стучащему отворят, и ищущий найдёт, и просящий получит. Аминь. Спасибо, брат-пастор Павел, Лайфир, за дружбу, за служение Господу, которое ты там несёшь со своей семьёй. Пусть Бог вас там обильно благословит, сохранит до второго пришествия, и мы ещё здесь. Да сбоку видимся, ну и в вечности встретимся. Спасибо, драгоценных. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok